Первый общий областной субботник прошел 8 апреля. В городском округе Люберцы было организовано порядка 30 точек выдачи инвентаря, а в порядок привели более 250 территорий. В субботнике приняли участие сотрудники управляющих учреждений администрации и, конечно же, жители. Субботник под лозунгом «Чистое Подмосковье! Сделаем вместе!» начался в городском округе Люберцы рано утром. Жители Малаховки собрались одними из первых, чтобы привести в порядок лес и береговую зону озера, жемчужины поселка. Субботники, безусловно, нужны, потому что мусорят все, а убирают только службы. Уверена, что если с детства дети выходят на субботник, то они, когда вырастают, они уже не бросают бутылки, сигареты и бумажки. В Краскове общеобластной субботник прошел на шести точках. На массовую уборку вышли сотрудники управляющих компаний, администрации, а также местные депутаты. Неравнодушные жители поселка, для которых участие в субботниках уже стало доброй традицией, не остались в стороне. В советское время мы все время с детства занимались, как Ленинский субботник, как обычно, 12 апреля походил. Ну и в день рождения Ленина. И поэтому как-то это все осталось, и хочется, чтобы чисто вокруг было, чтобы люди не сорили и принимали активное участие в этих субботниках мероприятиях. Привести в порядок родной поселок после долгой зимы вызвались более 400 красковчан. На прибрежной зоне по улице Некрасова убрали прошлогоднюю листву. Территорию также очистили от сухих веток и упавших деревьев. В этом году было принято решение, что придомовую территорию уберем сами мы, как управляющая компания. Она уже убрана. А проводятся субботники непосредственно на тех местах, где жители отдыхают, чтобы они могли выйти. Листва распустятся сейчас. И приятно провести время в лесопарковых зонах около жилого фонда. Исполняющий обязанности руководителя администрации Люберецкого района Владимир Ружицкий также присоединился к общему делу. Он, сев за руль мини-погрузчика, вывез в контейнер сухие ветки и помог краскопчанам собрать мусор в мешки. Чай из самовара и пирожки. Именно так зарядили трудовое настроение жителей Томилина. Всего там было определено 18 территорий для большой уборки. А началось все с парка Лапса, где собралось более 500 человек. Сюда вдохновить молодежь своим примером пришли и представители старшего поколения. Субботники должны. Они дух поднимают, молодежь, детей приучают к порядку. Так что в этом обязательном порядке. Наша молодость прошла субботниками и должно оставаться так для поколения. А Наташинский парк на этот раз собрал в основном юных представителей городского округа. Спортсмены, студенты, школьники и представители молодежного парламента дружно собирали прошлогоднюю листву и выносили мусор. В Наташинском парке, так же как и на других местах, где проводится субботник, организованы пункты выдачи инвентаря. Каждый желающий может взять здесь грабли, лопаты, перчатки и приступить к уборке территории. Мы и команда ЛРТ, пожалуй, тоже в этом поучаствуем. Спасибо. Неравнодушная молодежь с энтузиазмом подошла к масштабной работе по наведению порядка в парке. На велосипедах, самокатах и роликах любители спорта вывозили мусор и подавали ребятам инвентарь. Я очень рада тут быть, помогать своему городу, приносить пользу, убирать. Намного лучше, чем сидеть дома, за компьютером, что-то делать. А мы тут убираемся, помогаем городу, приносим пользу. И вот тут очень весело. И музыка играет весело, она с кашей кормит. В общем, все очень хорошо. Ура субботнику! Ура субботнику! Молодцы, да! А пиловка деревьев, окрашивание ограждений и контейнеров, уборка мусора. Все это во время субботника выполнили жители и сотрудники ЛГЖТ на Хлебозаводском проезде. В принципе, это, наверное, мой инструмент. Конечно, я не прямую, не каждый день с граблями. Субботник для меня еще с детства. Это такое мероприятие, какое-то радостное. И такое мероприятие, когда мы наводим порядок. И от этого приятно на душе, что становится чисто. А на Хлебозаводском сегодня еще и очень вкусно. Те, кто приобщается к труду и делает город чище, вкусно угощают. Ну скажите, как вам пирожки, как у вас настроение? Вкусно все очень. Очень вкусные пирожки, да. Состроение замечательное. Как будет работаться после такого потрясающего завтрака? Бодро! В итоге, после сдобного завтрака стало ощутимо чище. К тому же дружному коллективу ЛГЖТ и Люберчанам помогали представители власти. Молодое поколение и здесь активно осваивало полезные навыки наведения чистоты. Сегодня мы убежали в свой двор. Мне так очень хорошо, что меня взяли родители. Мне очень понравилось. Еще одно предприятие, которое приняло участие в субботнике – Люберецкая управляющая компания. Во главе с генеральным директором Александром Клевановым сотрудники организации привели в порядок территорию на улице 3-е почтовое отделение. В этом деле коммунальщикам помогали местные жители, а также депутаты городского округа Люберцы. Наш город – это же наш дом. Я думаю, все нормальные граждане с нормальным пониманием тоже прибирают, дом подметают, убирают пыль и тому подобное. Сейчас все-таки весна, природа преображается, надо ей помочь. Несмотря на прохладную погоду, настроение у участников акции весеннее, на уборку родного города жители вышли вместе с семьями, друзьями и коллегами по работе. Это же наш двор, наша улица, чтобы все было чисто и всем было хорошо. Я думаю, что если будут убирать сами жители, то и мусорить не будут. Самое главное. У сотрудников Госадомтехнадзора в этот день обязанности разделились. Часть инспекторов производила уборку совместно с жителями, а часть выполняла свою основную работу. Мы находимся в городке и мы видим, что здесь проходит полный комплекс мер, как говорится, по наведению порядка, которые включают в себя и покраску бордюров, и покраску деревьев, также уборку территорий. Конечно, очень приятно, что большинство людей откликнулось и вышло на территорию в этот день. К приезду Владимира Ружицкого все работы на этом участке были уже завершены. Поэтому он помог участникам акции перенести мешки с мусором к контейнерным площадкам. Затем, по традиции, совместное фото и чаепитие, во время которого наметили планы на следующий субботник. Впереди еще один субботник, это будет 22 апреля, где мы будем делать и посадки, и покраски, и, скажем, где-то будем, как говорят, наводить марафет. Но сегодня, по крайней мере, я получил, повторяю, удовольствие от того, что сегодня происходит. Для проведения субботника в городском округе Люберца было организовано около 200 точек. Совместными усилиями порядка 25 тысяч жителей муниципалитета сделали родной край чище и уютнее. Приглашаем всех на субботник 22 апреля! Ура! Анна Троян, Луиза Егизарян, Ольга Щевелева, Наталья Григорьева, Никита Скраган, Дмитрий Шарапов и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ.